Доброе утро! Доброе утро всем зрителям, всем подписчикам! Доброе утро! Это Беларусь Гомель, меня зовут Светлана. В центральном районе города Гомеля вот такая вот температура. Можно отбросить градуса 2. На окошко, конечно, не светит солнышко, но пока сторона солнечная. Можно отбросить градуса 2, но где-то 29 будет. А я варю перловую кашу. Варится она у меня в большой страшной сандеповской кастрюле. Вот объем воды большой. Вымачивалась перловка всю ночь. Она разбухла. Она разбухла очень хорошо и поэтому варится. Рецепта никакого, девочки, нет. Вот варится в подсоленной воде. Когда она сварится, промою с чайника кипятком, добавлю кусочек маслица, промаслю и все. Никакого особого рецепта в перловке нет. Раньше я зажаривала морковкой перловку и куриное мясо или свиное мясо меленько измельчала. И мне получалось, как все равно перловка по-флотски. Очень вкусна любая каша, которая зажарена морковкой. Она тогда такая рыженькая, желтенькая и ароматная от морковки. Но перловку я так делать не буду зажаривать. Во-первых, мне лень. Это для меня. Во-вторых, я хочу просто перловку есть с котлетой. Чистая перловка с котлетой. Все, пусть варится. Сейчас просите время варки. Не знаю, буду пробовать. По крупеве видно, как она будет лохматая. Значит, она сварилась. Я ничего не делаю ни по графику, ни по времени. Все на глаз. Так, перловка варится. На завтрак я съела два яйца вкрутую. Потом булочку с маком. Булочку с маком я разрезала так вот вдоль. Помазала сливочным маслом. Но не мазала масло с морозильника. Режется очень плохо. Так, с крылечками положила масло. И положила творога 15-процентного. Сейчас буду пить чай. Приятного всем тоже чаепития. Чай горячий. Пусть немножечко остынет. И я на три минутки к вам. Сегодня проснулась. Вспомнила, что секонд сегодня привоз. Пошла погуляла по секонд. Ничего не купила. Ну, мне так особо ничего и не надо. Но там ничего сегодня не было. Ничего на глаз не упало. Зашла в магазин. Купила 5 картошин. Уцененных 2 банана. Что еще я купила? 5 картошин и уцененных 2 банана. Все. И пришла домой. Пришла домой. Вот съела 2 яйца. Сейчас попью чай. Разморозился мой фарш. Буду делать котлеты. И варится перловка. Что хочу сказать. У нас в доме еще умер один мужчина. В моем подъезде на третьем этаже. Тот мужчина, который травился таблетками. Он долго месяц где-то лежал в больнице. Потом его привезли на скорой. Тут у него была сиделка. Сиделка вызвала скорую. Ему стало плохо. Его забрали никакого. И он в больнице умер. Мужчина старше меня. Который травился таблетками. Нормальный, порядочный мужчина. Работал начальником цеха на гидроприводе. На гидроавтоматике. Вот. Что еще вам рассказать. На улице жарко. Сейчас у нас 12 час дня. Но пока сварится перловка. Пока я сейчас попью чая. Пока я поджарю котлет. И хочу еще сделать. У меня в холодильнике и пол кочана есть. И пол кабачка. И морковка. И лук. И все вот это вместе. И хочу потушить на сковородке. Сделать такое хурде-мурде. Вот. А к этому хурде-мурде. Пришлось взять половинку черного хлеба. Вот когда покупаю черный хлеб. Я так себя ругаю. Не надо есть хлебобулочных изделий. Девочки. Не надо. А я булочку маслицем намазала. Вам показала. Творожочка. Сейчас как вылуплю. Я не худею, девочки. Нет. Я не худею. Просто я после шести не кушаю. Как говорила. А жрать-то хочется. Я и не поправляюсь. И не худею. Я стою на одном месте. На электронных весах. Сейчас у меня почему-то опять 92. Как было и на весах, которые со стрелкой. Так что вес у меня мой. 92 кг. Ладно. В процессе что-нибудь расскажу. Что-нибудь вспомню. На комментарии не отвечала. Вчера посмотрела Мансура. Тоже бурчит. Я скоро это все кину. Я скоро это все закрою. Но ему действительно тяжело, девочки, Мансуру. Он делает такую работу. Он сейчас для стариков делает ремонт в той избушке, что он им купил. Провел сток воды. И сейчас проводит им воду в эту избушку. Сергею помогает. Людмиле на квартиру, на дом собирает. Чтобы он же для Людмилы снимает дом. На свой угол Людмиле собирают. И люди пишут. Вот зачем Людмиле дом? Людмиле нужна квартира. Сколько стоит та квартира? Это ужас. Да, Людмиле квартира надо было. Людмила вся больная. У нее и цирроз печени. И асцит. Она постоянно с этими трубками. С этой жидкостью в животе. Но у человека чем ничего. Пусть лучше будет свой какой-нибудь дачный домик. Избушечка. И на эту избушечку Мансур постоянно собирает. И его постоянно ругают. В чем-то обвиняют. И он вообще такой упадший духом. Мне Мансура жалко. Мне Мансура жалко. Вот. Ладненько. Все. Буду кушать. Чай мой уже остыл. Все, девочки. Перловка промыта. Кипятком из чайника. В этом дуршлаке. Или дуршлаке. Добавлено кусочек маслица. Видите, порог идет. Сейчас я перемешаю это маслице. Вот. Я пересыпала в хорошую чистую кастрюльку перловку. Потому что после варки перловки на боковинах остается вот такая вот бяка. Вот такая вот слизь остается. И поэтому у меня перловочка будет в хорошей, красивой кастрюльке. А еще я, девочки, как делаю? Я ее укутываю. Вот она в своем собственном теплоте. В газетке. Вот я ее укутываю в пледик тепленький. И она еще будет теплая. Она будет доходить. Жарко. А вообще у каждого свое. У кого-то, наверное, есть специально для кухни пошит какой-то со старого ватного одеяла. Какой-то такой мешочек. Или какой-то мешочек с утеплителем, девочки. Можно туда поставить кашу. Но я делаю так. Я беру газетку. Ой, где-то мой... А иначе я помрозь жаре. Вентилятор. Я беру газетку. Кастрюльку в газетку обворачиваю. И ставлю в комнату на диван. Но у меня на кухне нет такого проспособления. Нет таких утепляющих мешочков, одеялок. Хотя надо приобрести что-то такое на синтепоне, чтобы что-то сварить и укрутить. У нас мамка, когда я была малая, ну, газа ж тогда не было. Тогда была печка. Вот мамка наварит все, да. А печка ж все равно остывает. Духовка остывает. И у нас стояла на кухне тумбочка. И на тумбочке была фуфайка. И мамка все заворачивала в эту фуфайку. Вот мамка еды наварит, да. Батька приходит с работы. А еда горячая. Батька себе нальет, накладет. Опять у фуфайку заворачивает. Мамка приходит с работы в 10 вечера. Оно еще тепленькое. Она покушает и все. Надо, девочки, для кухни приобрести такое вот небольшое на кастрюльку, чтобы можно было что-то ставить в такой мешочек. А он был такой утепляющий, чтобы оно не остывало. Ну, допустим, надо, чтобы кашка упрела. Или там, допустим, ты ждешь кого-то в гости, оттушил картошечки, да. И в этот бы мешочек с ватиной или с синтепона так бы кастрюльку засунул, да, чтобы оно было в своем вакууме. Чтобы эта картошка еще оставалась тепленькой. Чтобы, допустим, если ты кого-то ждешь, человек к тебе едет, а у тебя картошка еще горяченькая. Как-то вот так. Ну, я отношу комнату, ставлю на свой любимый поломанный диван, накрываю одеялами, пледами, подушками. И так у меня держится еще тепло. Ну, это бывает очень редко. Вот так я делаю, либо когда жду, когда ко мне приедут дети, так я так утепляю еду, чтобы она сохранялась теплой. И сейчас просто я вспомнила, думаю, чтобы мне перед выходом к маман не разогревать эту кашу, да, перловку. А чтобы она была хотя бы пусть не теплая, но такая летненькая. Поэтому я ее закрутила и лежит. Стоит она у меня на диване. Все, буду мыть кастрюлю после перловки. Буду мыть дуршлаг или дуршлаг или дуршлаг. А вы говорите про ногти. Ногти неухоженные. Какие тут ногти? Тут здесь руки в воде. И там руки в воде. Какие ногти, девочки? Моя мечта, когда я останусь одна, у меня будут ногти. Вот тогда у меня будут ногти. А сейчас никаких ногтей. Никакой покраски на ногтей. Все, села с вами, расслабилась. А мне помыть кастрюлю после перловки, дуршлаг помыть. И замесить котлет и их поджарить. Все, работаем. Что-то я притомилась о девчонке. Наварила перловки, замесила фарш. И что-то я уже выдохлась. Мне бы сейчас лечь да полежать. Да может бы задремать. Вот как-то вот так вот. Что хочу сказать, девочки. Сейчас замешиваю котлеты и сама себе рассуждаю. Наверное, три государства, три страны, которые любят пожрать. Но я всех называю, они все русскоязычные, я всех называю русский Иван. Наверное, Россия, Украина и Белоруссия – это такие три народности, которые любят пожрать. Которым надо хороший стол закатать. Которым надо, чтобы на столе было мясо, сало. Вот смотрите, наверное, француженки не такие. Испаночки, наверное, не такие. Немочки, наверное, не такие в Германии. Я так думаю, что те страны, они как-то не зацикливаются на столах. У меня Ирина была два раза в Италии. И она говорит, мама, у них день рождения, мы ходили с хозяйкой на день рождения. У них стол, пирожное, фанта, кока-кола, вот такое вот все, да? А у нас нам надо селедку под шубой, голубцы, мясной рулет, холодец. Нам надо вот такие закатывать столы. Нам надо жрать. А Ира мне тогда сказала, мама, мы ходили на день рождения, пирожное, конфетки, кока-кола, фанта. Ну, может, какой-то бутербродик, но ребенок же не сказала мне тогда. Вот все, вот это вот легенькое. А мы привыкли вот готовить, 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 жрать, жрать, жрать. Так что три народности, русский, белорус и украинец. Мне кажется, они все любят пожрать. Я уже говорила, мне все равно, вот сейчас на улице 32 градуса, дай мне кусок сала, я его съем, кусок соленого сала. У меня аппетит даже в жару. Но так как я и говорила, что в жару мне пить не хочется. Я могу выходиться, с меня под градом и воды я очень редко захочу. Я захочу воды, но очень редко. Я прихожу домой, мне пить не хочется после улицы. Я не бросаюсь быстрее к графину с водой. Я быстрее с улицы пришла, иду под кран до пояса сполоснуться, потому что я потна. А пить мне не хочется. А пожрать мне хочется всегда. Я уже говорю, мне слюнки текут. О, вентилятор работает. Девочки, очень жарко, очень-очень-очень на кухне жарко. Привела в порядок. Все, сейчас две сковородки ставлю. Надо две майки снять. Сохнут у меня майки, тут висят. Две сковородки ставить и на двух сковородках быстренько пожарить котлеты. Иначе я на одной сковородке буду мадохаться. Все, пошли дальше работать. Хватит размавлять. По-белорусску размавлять, это разговаривать. Размовлять, рассуждать, разговаривать. Так, поехали. Дома, девочки, баня. Котлеты жарятся на двух сковородках. И еще вот осталось. Здесь 13 котлет, еще будет на одну сковородку. Котлеты делаю крупные, потому что они ужарятся, будут маленькие. Скворчат, гады. Скворчат. О, дайте, дайте мне свободы. Что-то мне вспомнилось. Ой, жарко мне. Надо вентилятор включить. Надо его помыть. Девочки, он чернее черной ночи. Вот этот вот винт, он черный. Это чем мы дышим, да? Чем мы, девочки, дышим? Если вентилятор черный. Надо его разобрать. Надо его помыть. А потом собрать. Не женское это дело. Ладно, буду жарить дальше котлеты. Котлет нажарила полную миску. Близко подносить не буду экран, потому что вид у них какой-то некрасивый сегодня. Целая миска котлет. Остывают две сковороды. Пусть остынут. Сейчас я их буду потом мыть. Так что котлет нажарила. Сковородки вымыла после котлет. В раковине чисто, посуды нет. Котлеты закрыла пленкой. Девочки, уже фольгу признали вредной. Я читала, уже в фольге мясо запекать нельзя. Так что скоро пищевую пленку признают вредными. Короче, у меня вот такие вот продукты. Лук, морковка, пол кабачка, перец, помидоры, капуста и зелень. Хочу все это накрошить и все оттушить. Вот, хочу немножко капусты добавить, помидоры, как зачищу, так зачищу тоже. Короче, будет такая смесь. Хурде-мурде. Сейчас подключу газ. Это будет пока тушиться лук с морковкой на меленьком огонечке. А я пока буду измельчать вот это вот все. Все, девочки, лук с морковочкой под низом протушились. Вот это кабачки, вот это капусточка. Сейчас оно немножко обмякнет, опустится на низ, так. Я добавлю помидоры, добавлю чеснок и зелень. И немножко томатика. И все. И будет такое хурде-мурде. После приготовления такого блюда ты пахнешь весь конклетами. И разными вот этими тушенками, которые тушишь. Так что сейчас надо мне снимать эту майку и ее прополаскивать в стиральном порошочке, переодеваться, потому что весь ты пропах. Котлеты жарил на двух сковородках, плюс тушатся овощи. Как-то вот так, девчонки. Мои девчонки. Короткие юбчонки. Вчера в Тик-Токе нашла я такого дядечку. И тот дядечка сказал, что утром просыпаться надо в 6.30. Вырабатывается кортизон. Кто не просыпается в 6.30 с того, симптоматика, онкология, гипертония, что-то еще. Вот он, этот дядечка. Друзья, врачи считают дневной сон очень полезным. Сон после обеда очень полезен. Это время для таких раздумий, медитаций. Если час-полтора вы будете спать, особенно если вам не хватает вечернего ночного сна. Вообще спать мужчине нужно 8.00. То есть 7 часов, женщине 8 часов. Но обязательно, чтобы в этот сон вошло время с 11 вечера до часу ночи. А вставать нужно каждый день в 6.30. В 6.30 выбрасывается кортизол. Если вы не просыпаетесь в 6.30, то вы прямым путем идете к гипертонии, психосоматике, диабету, пониженному иммунитету, инфекционным заболеваниям и онкологии. Вставайте в 6.30. И если вы не доспали, вот тогда после обеда доспите еще, чтобы мужчина 7, а женщина 8. Вам понятно? Кортизол вырабатывается в полседьмого утра в 6.30. Помимо того, что я вам перечислила сахарный диабет еще, пониженный иммунитет, инфекционные заболевания, а я думаю, почему я когда сплю, вот поздно, у меня болит голова. Я каждый день просунаюсь головной болью. Оказывается, нельзя долго спать. В 6.30 ты должен уже, как петух, с курятней вылетать с постели. Вот так, девчонки. Слышали, как дядька сказал? В 6.30 вырабатывается кортизол. Кто не поднимается в 6.30, того все эти заболевания, которые перечислила я, плюс перечислил он. Серьезно, я если поздно сплю, то у меня сильно болит голова. Я просынаю с головной болью. Давление у меня нормальное, но голова у меня болит. Так что будем вставать в 6.30. Хорошо, если бы я была одна, без маман, я бы с удовольствием вставала в 6.30. Но я потом бы знала, что я вот так вот пообедаю, и меня смарит сон, и я лягу, и часика на два, а то и на три прилягу. Проснусь в 5 часов, мне не надо идти никуда. Я в 5 часов проснулась, немножко подправилась, подмазалась, сумочку в руки и пошла куда-нибудь чеп-чеп-чеп-чеп по магазинчикам, по советской прошла, свозе фонтанчика посидела. А так все. А так все, девочки, никуда не пойдешь. Так что, чтобы все завтра встали в 6.30, у вас будет вырабатываться кортизол. Вам понятно?